Зинченко За возможность играть в английской премьер-лиге придется бороться не только Александру Зинченко, но и некоторым английским клубам. Недавнее решение британцев покинуть Европейский Союз может серьезно повлиять на будущее английского футбола. Журналист Мурат Ахмед в статье «Футбол пытается преодолеть последствия Брексита», опубликованный сегодня в британском издании Financial Times, пишет. Из-за снижения курса фунта в будущем для небольших английских клубов привлечение иностранных футболистов может стать слишком дорогим удовольствием. Европейские и мировые клубы формируют рыночную стоимость футболистов в долларах или евро. Но английские клубы вынуждены работать с фунтом, курс которого сейчас падает. Поэтому сейчас английский клуб и переплачивает, когда платит за трансфер иностранного игрока. И если большие английские клубы могут себе позволить переплачивать за игроков, то для маленьких клубов это может стать серьезной проблемой. Большие клубы английской премьер-лиги застрахованы от негативных последствий падения фунта. Они получают доходы в евро от выступлений на европейских турнирах и в долларах от международных спонсорских контрактов. Но небольшие клубы могут испытывать финансовые сложности из-за падения фунта. Мурат Ахмед также пишет, что после выхода Британии из Евросоюза английским клубам будет намного сложнее заключать контракты с иностранцами. До 2016 года в Британии действовало правило, согласно которому футболисты с гражданством стран Евросоюза могли беспрепятственно выступать за клубы стран-членов организации. Но со следующего сезона в связи с выходом Британии из Евросоюза все иностранные игроки английских клубов должны будут получить разрешение на работу в королевстве. Причем вот это разрешение может быть выдано только в том случае, если игрок в последние два года провел определенное количество матчей за национальную сборную. Поэтому после выхода Британии из Евросоюза английские клубы не смогут подписывать контракты с молодыми многообещающими игроками, которые не успели поиграть за свои сборные. В последние три недели мировые медиа писали об экономических и политических последствиях выхода Британии из Евросоюза. Но Брексит, как мы видим, может повлиять и на футбол неотъемлемую часть идентичности британцев. На этом мы заканчиваем наш эфир. Смотрите дальше программу Шустер Лайв Гудни. Ведущая Татьяна Гончарова. Тема программы НАБУ против Нищенко. Поймайте, если сможете.